Экономическое здоровье предприятий региона и подготовку к Чемпионату мира по футболу Владимир Путин обсудил на встрече с руководителем области Дмитрием Азаровым. Кроме того, глава государства провел заседание Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Продолжит Георгий Федоров. Одна из главных тем встречи президента и руководителя региона – подготовка Самарской области к Чемпионату мира по футболу. Дмитрий Азаров рассказывает, работы на стадионе Самара-Арена ведутся по догоняющему плану. Объект будет сдан в апреле. Обсудили промышленное производство в регионе, отмечен его рост. Это в частности связано со стабилизацией ситуации на автовазе. Продажи машин Тольяттинского завода за год выросли на 17%. Новые перспективы и компетенции появились у завода «Прогресс». Предприятию доверили строительство ракет «Союз-5» и разработку ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Отдельно хотел бы поблагодарить за те решения, которые были приняты по загрузке наших предприятий в сфере космической. В том числе по тяжелой ракете было много волнений, какому предприятию достанется этот заказ. И, конечно, то, что по РКЦ «Прогресс» решение принято как главную предприятию. И для нас это очень важно. Конечно, даже атмосфера в коллективе изменилась. Люди готовы решать масштабные задачи. 18 тысяч работников на предприятии. Большое предприятие. Также в Самаре Владимир Путин провел заседание Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Подводили итоги деятельности ОСИ за 6 лет. Глава государства отметил, что благодаря работе агентства в 37 регионах России открылись 48 детских технопарков-кванториумов. К лету их создадут еще в 14 субъектах. На базе технопарков сейчас обучаются свыше 45 тысяч маленьких россиян. Кроме того, ОСИ реализует проекты в сферах поддержки людей с ограниченными возможностями, помогает воплощать бизнес-идеи начинающим предпринимателям, аккумулирует передовые разработки в медицине, энергетике и других отраслях, внедряет современные профессиональные стандарты на производствах. В реализацию проектов агентства обовлечены более полумиллиона человек. Президент обозначил приоритетные цели на ближайшие годы. Нужно обеспечивать условия для быстрого внедрения новых разработок в производство, поддерживать стартапы, высокотехнологичные компании, создавать прорывные продукты, в том числе в сфере цифровой экономики, содействовать их выходу на глобальные рынки. Государственные средства в объеме 1 миллиарда рублей получат и ваш проект «Билет в будущее». Начнем его реализацию уже с нового учебного года. Проект «Билет в будущее» предоставит 100 тысячам российских школьников возможность ближе познакомиться с различными профессиями и определиться с выбором. Дмитрий Азаров подтвердил готовность Самарской области стать пилотным регионом внедрения проекта. Он рассказал, что у губернии уже есть опыт проведения мероприятий по профориентации школьников 6-11 классов. Здесь есть достаточно серьезные достижения в сфере информационных технологий, робототехники. И в игровом формате такая профориентация детей проводилась. И результаты уже отфиксированы в поступлении в ВУЗы. Высоко оценила потенциал региона для реализации проекта генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. У нас Самарская область является тоже таким пилотным регионом по реализации стандарта подготовки кадров для промышленности. И ряд предприятий крупных самарских участвуют в этом проекте. Конечно, проще уже вот на этой площадке запускать проект «Билет в будущее», потому что уже интегрированные промышленные площадки, предприятия какие-то инновационные, которые готовы будут обеспечить курс какой-то образовательный для детей и участников этого проекта. Владимир Путин также заявил о необходимости поддержки добровольчества на всех уровнях власти и предложил уделять больше внимания развитию наставничества. Георгий Федоров, Андрей Авдеев, Новости губернии.